Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в Чувашской Республике. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. С приставкой ИО. Кабинет министров Чувашии ушел в отставку. Профилактические меры. Медики столицы провели специализированные учения. Дошутились до мысли Кова. Команда КВН сборная ЧГУ попала в телевизионную премьер-лигу. Сегодня исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев объявил об отставке правительства республики. Руководители министерств и ведомств продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров. Отставка правительства – ожидаемый шаг. Олег Николаев действовал в соответствии с Конституцией. Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят у нас в республике. Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений, потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас, в том числе, мы продолжим и дальше работу. Повышение качества жизни жителей республики, реализация национальных проектов и повышение взаимодействия между всеми уровнями власти – основные задачи, которые ставит Олег Николаев. Учитывая, что в этом году у нас с вами еще и выборы во все представительные органы муниципальной власти, то здесь нам надо будет очень плотно синхронизировать нашу региональную нормотворческую деятельность. Естественно, после того, как будут приниматься федеральные нормативные акты в этой области. Сегодня же назначены помощники временно исполняющего обязанности главы республики. Все четверо прежде работали в администрации главы Чувашии. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Сегодня же Олег Николаев встретился с депутатом Государственной Думы России, председателем комитета по финансовому рынку Анатолия Максакова. Кроме формирования нового правительства, важно понять, какие совещательные органы необходимы при кабинете министров, отметил Олег Николаев. У каждого из них свои функции, но в приоритете должен быть экономический блок. И в этом плане временно исполняющий обязанности главы рассчитывает на поддержку своих коллег-депутатов. Надо продолжить работу в федеральных министерствах и ведомствах. Речь идет о корректировке, а то и новой разработке дорожных карт по основным направлениям работы. Надо бы иметь такую структуру, которая бы объединила разных лиц из правительства, из, может быть, муниципалитетов, от бизнеса, от экспертов, для того, чтобы общими, скажем так, мозгами посмотреть то, что наработано в предыдущем правительстве, подправить, определить цели и к этим целям вместе двигаться. Это представители крупного бизнеса. Они очень положительно воспринимают и готовы участвовать в такой форме. Потому что, говорят, это было бы здорово с тем, чтобы на самом деле вместе вырабатывать подходы к реализации экономической политики. Стороны обсудили грядущий юбилей научно-производственного комплекса «Элара». Это одно из известных в стране предприятий оборонной отрасли. Здесь идет диверсификация производства. На 50-летие ожидается немало гостей, в том числе из профильного министерства. В России сегодня выявили два факта заражения коронавирусом. Это граждане Китая. Еще накануне вечером говорилось, что в стране нет ни единого случая заболевания. Вирус 2019 года встревожил весь мир. Эпидемия набирает обороты, а лекарства до сих пор нет. Сегодня в медучреждениях Чувашии прошли специальные учения по предупреждению распространения коронавируса. Сегодня пока проход в поликлинику закрыт в связи с особо опасной инфекцией. Карантин. Без паники это только учения. Медперсонал городской клинической больницы сегодня отработал весь алгоритм действий при обнаружении коронавируса. Объяснилось, что опасную инфекцию нашли здесь, в этой больнице. Но коронавирус у нас в Чебоксарах нет. Люди боятся открывать заграничные посылки, возвращают авиабилеты. Ситуация накаляется с каждым днем. Жертвами коронавируса стали сотни человек по всему миру. Число зараженных растет, как и число обеспокоенных этой ситуацией. Ну, боимся. А что теперь делать? Маску бы надо защищать, во-первых. Мы сами виноваты, ходим пока... Мы слышала, что передается воздушно-капельным путем, что были летальные сходы. Ну, во всяком случае, считаю, что это не так страшно, как люди считают, так как даже у нас в России большое количество умирает. Не только от коронавирусов, конечно, еще не было случаев, но также есть другие вирусы, которые тоже потенциально опасны. Высокая температура и кашель привели чебоксарца в больницу. С учетом эпидситуации участковый терапевт вызвал оперативную группу. Чтобы не было распространения, есть у нас специальный кювец, который расположен, получается, в машине для транспортировки. На примере пациента, который недавно прибыл из Китая, проверили готовность медиков оперативно реагировать с учетом эпидситуации. Пациента каретой скорой помощи в кратчайшие сроки увезли в больницу для дальнейшей диагностики и лечения. Разработанные учения по оценке специалистов прошли успешно. Это плановое учение, оно у нас ежегодное. То есть в прошлом году у нас была лихорадка Эбола. Здесь мы видим вот вирус до 2019 года. Персонал обучен, весь алгоритм, тактика. То есть абсолютно все было сделано четко. Аналогичная ситуация и в других медучреждениях республики. На сегодняшний день наша республика готова полностью. Все медицинские организации оснащены и снабжены всем необходимым. Это защитные костюмы, это индивидуальные средства защиты для населения и для медицинских работников. Также сегодня стало известно, что ученика одного из образовательных учреждений столицы с подозрением на заражение увезли на скорой. Случай активно обсуждают в соцсетях. В Минздраве нам пояснили, что ситуация под контролем. И это профилактическая мера. Подтвержденных фактов сегодня в нашей республике нет. В качестве мер предосторожности врачи рекомендуют воздержаться от поездок в другие страны и соблюдать все правила, рекомендованные в эпидсезон. Почаще мыть руки, реже находиться в местах большого скопления людей и при появлении симптомов острого респираторного заболевания обратиться к врачу. Чем скорее, тем лучше. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. С 1 февраля 2020 года меняются схемы движения муниципальных автобусных маршрутов города Чебоксары. Номер 5, 35 и 41. Изменения в администрации внесли по пожеланию инициативных групп граждан в районах города. Автобусный маршрут номер 5 будет доезжать до машиностроительного техникума по проспекту тракторостроителей, улица Баумана, улица Ленинского комсомола до конечной остановки. 35-й продлевается до конечной остановки общественного транспорта микрорайона «Солнечный». 41-й теперь будет доезжать по проспекту тракторостроителей до кольца машиностроительного техникума. К другим новостям. Три года воспитательной колонии. Такой приговор вынесли 17-летнему подростку, который устроил смертельное ДТП. В следствии мы судом установлено. В августе прошлого года 17-летний житель Яльчикского района в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля «Лада» с такой скоростью, что даже опытный водитель не успел бы предпринять никаких мер в случае опасности. И в итоге врезался в автомобиль «Шкода Октавия», который пропускал следовавшую по встречной полосе фуру. Покинул место ДТП, однако в кратчайшие сроки его местонахождение было установлено неподалеку в поле сотрудниками ГИБДД. Нарушитель ранее обманом завладел автомобилем «Лада Гранта», который находился в аренде у его знакомого односельчанина. Виновника аварии приговорили к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Ранее его уже привлекали за кражи и езду без прав в пьяном виде. Пенитенциарная система Чувашии подвела итоги работы за год. В республике расположены 11 исправительных учреждений. Чем занимаются осужденные, как решаются задачи по их социализации и вообще, что происходит сегодня за колючей проволокой, обсудили на коллегии УФСИН по Чувашии. Ситуация в исправительной системе под контролем. В прошедшем году побегов и беспорядков не допущено. Осужденные преимущественно заняты полезным делом. Кто-то работает, кто-то получает образование. Мы жестко и четко поставили задачу, что ни один осужденный, который освобождается, ни один не уходит без профессии. Мы стараемся дать для нашей республики нормального гражданина, который уже может войти в общество, вписаться в экономику, может уже трудиться и своим трудом приносить все то, что касается в ее личном, жить, существовать, кормить семью, кормить своих детей и соответствующим образом приносить пользу обществу нашей республики в том числе. Восемь центров трудовой адаптации и одна лечебно-производственная мастерская. Исправительные учреждения республики имеют достаточно производственных площадей и рабочей силы. На промышленной основе выпускают большой ассортимент спецодежды, форменное обмундирование, палатки, изделия художественной ковки и многое другое. В учреждениях осваивают и другие виды полезной деятельности. Осужденные полностью обеспечивают себя продуктами питания. По многим позициям до 61%. Излишки идут на реализацию. Так, в прошлом году от продаж исправительные колонии выручили около 900 миллионов рублей. С прошлого года начато производство местной продукции. В целом, по показателям работы в системе рейтинговых показателей по стране Уфсин Чубаши два года подряд занимают лидирующие позиции. Полученная прибыль идет на улучшение условий содержания, ремонт помещений и внедрение новых форм работы с контингентом. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Команда из 20 школ Московского района столицы республики проверили свою меткость. Соревнования по пулевой стрельбе с пневматической винтовки и малокалиберного оружия прошли в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы. О юных стрелках Юлия Важенина. Три пробных и пять зачетных выстрелов. Максимум 50 очков. В стрельбе, как и в любом виде спорта, нужно показать наилучший результат. Поэтому меткость – главная подруга стрелка. Самое главное – это правильно зарядить патрон и попасть в мишень. Безопасность тоже играет важную роль. И поэтому нужно обязательно соблюдать правила безопасности, для того, чтобы ничего не случилось. Молодежь до призывного возраста готовится к службе в армии. И, конечно, есть норматив ГТО – стрельба полевая. Вот они должны научиться, получить навыки, умения. И уверены чувствовать себя на поле стрельбы в Тире. Максим Меметов в Тире впервые. Но назвать его новичком язык не поворачивается. В своей группе Максим набрал наибольшее количество очков. Все потому, что стрелять из пневматической винтовки его научил отец. Стрелять я захотел, поскольку я считаю, что стрельба – это мужское дело. И каждый мужчина должен уметь это делать. В момент стрельбы, если честно, ни о чем не думаешь. Задержал дыхание, смотришь на цель и только стреляешь. И все, никаких мыслей нет. В соседнем помещении ставки выше. Здесь соревнуются в стрельбе из малокалиберной винтовки. А это огнестрельное оружие. Но Вику Петрову этим не напугать. Девушка стреляет уже не в первый раз. Признается, что ей очень нравится. Когда-то она за компанию записалась в кружок «Юный патриот». Ее подруга уже давно перестала ходить туда. А вот Вику затянула. Мне стало интересно. И учитель помог мне в этом. Главное попасть в стиль и получить хороший результат. А вот это оружие для самых смелых. Но нашей съемочной группе разрешили попробовать. А сейчас смертельный номер. Журналист с автоматом. Итак, подсоединяю. Магазин. Заряжаю. Огонь. В эти дни школьники проверили свои физические возможности в разных дисциплинах. Пробовали свои силы на автодроме, в марш-броске, сборке-разборке автомата, подтягивании и дарце. По итогам соревнований лучшие из лучших представят свой район на республиканском уровне. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Читатели Национальной библиотеки часто становятся участниками книжных презентаций. Новые издания пополняют фонды. Сегодня здесь состоялось знакомство с особенной серией. Название книги «Царица вода» говорит само за себя. С древних времен люди слагали легенды и песни о родниках, больших и малых реках, морях и океанах. Сборник сказок и легенд о воде, выпущенный в Москве, предназначен для юных читателей. Нашлось в нем место и чувашскому эпосу. Почему эта книга интересна именно для нас, для чувашского населения? Потому что именно у нас расположена Чебоксарская ГЭС. Именно у нас очень чтят Волгу-матушку. И вот в эту красочную книгу вошла сказка чувашская, откуда появилось название реки Волга. Книжная новинка была создана в содействии СПО «Русгидр» и опечатана в старейшем детском издательстве «Дет ГИС». Компания выпустила уже шесть научно-популярных и художественных книг для детей. В них рассказывается о воде, как источнике жизни на земле, и именно с ее помощью вырабатывается электроэнергия. Ценность таких ресурсов трудно переоценить. На презентации юные читатели узнали много нового о воде. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика. В Сочи завершился международный фестиваль «Кивин-2020». Команда из Чувашии, сборная ЧГУ прошла в телевизионную премьер-лигу на Первый канал. Эмоциями и впечатлениями участники поделились с нашей съемочной группой. В этом году «Кивин» выдался жестким, рассказывают ребята. В первом туре участвовали почти 500 команд. Несмотря на такое количество конкурентов, наша команда смогла пробиться в премьер-лигу. Ну и какие эмоции самые первые? Шоковое состояние. Я не поверил. И семисты в этом плане меня за это всегда ругают. И я не верил до самого конца, что мы премьер-лигу пройдем. А потом все, вот и сказали, что прошли. Первые 15 минут мы так сидели. Просто все молчат, все такие в главе премьер-лигу реально. Потом уже начали разговаривать. Как у любой КВНовской команды, у сборной ЧГУ свой стиль. Начинали как классическая команда. И потом просто начали добавлять какие-то изюминки, которые разбавили наше выступление, сделали его плотнее. Чисто по приколу мы добавили танцы. Это зашло зрителю здесь, в Чувашии. И теперь это неизменная часть нашего выступления. Еще одна неотъемлемая часть выступления – шутки от Юли. То, что я девушка, не говорит о том, что мне все надо повторять по три раза. Мне вполне достаточно двух. Сейчас ребята активно готовятся к участию в премьер-лиге. Всех секретов не раскрывают, но говорят, что будет интересно. Всего в мартовской премьер-лиге встретятся 24 сильнейших КВН команды страны. Богдана Дойникова, Павел Иритков, Республика. Таковы главные новости к этому часу. Хороших вам выходных. До свидания.